Молотый наковальня вместо тренажерного зала. 70 килограммов вес раскаленной детали. Ее осужденный за распространение наркотиков Александр Калинин поднимает словно пушинку. Мужчина с марта этого года находится в Барнаульском исправительном центре и работает кузнецом на одном из ведущих предприятий края. Кует краны для нефтяников. Понравилось, люблю тяжелую работу. То есть, в коем-то веке нашел свое хобби, свое увлечение. Тут смекалка нужна, тут болванка с силой не берешь, ее надо хитрость убрать. То есть, она тяжелая, надо рвешься. Здесь все по инерции делается. Работа тяжелая, но благодаря ей осужденный поправил свое материальное положение. Ежемесячная зарплата 50 тысяч рублей. На что первую потратили, если не секрет? На одежду. Оделся, как бы гаджеты, телефон. Вот это все для жизни. Чем мечтаете? Мечтаю? Вообще мечтал мне в Мексику съездить, к акулам спуститься в клетку. Вот моя мечта. Из 10 один остался, который вот именно обучается и в продолжении хочет именно этой профессии обучаться. Это он наш герой? Да. У него какой-то потенциал или какие-то способности уже были? Нет, не было. Полностью с нуля. На производстве много шума. Люди некоторые пугаются, уходят. А вот он остался. В Барнаульском исправительном центре живут 135 осужденных. Трудоустроены абсолютно все. Насколько важна вот такая работа для вас? Данная работа осужденным важна, так как он может социализироваться, выходит в общество уже с какой-то профессией. Летом кузнец Александр Калинин может выйти по УДО. После полного освобождения возвращаться на родину в Хакасию не планирует, останется здесь. Ведь в Барнауле у него и любимая работа, и любимая девушка, с которой хочет создать семью. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.